От Малгобегского района на службу в армию должны были отправиться 60 с лишним новобранцев. Сотрудники военного комиссариата отмечают, в этом году призыв проходит уверенно и без всяких нареканий. План Малгобегского района в отправке выполнен на 100%. Прозывники уходят сами, добровольно, охотно уходят. Есть выбор, есть выбор места, есть выбор рода или вида войск. У нас уже ушли войска Росгвардии, морфлот, сухопутные войска, разные разновидности видов от сухопутных войск, космические силы. Есть что выбрать, есть место куда выбрать. Время проходит быстро, не успеваешь отправить одних, уже год прошел, другие проходят домой. Один из желающих отслужить Ахмед Берсанов в надежде пополнить ряды военнослужащих, прошел медкомиссию и собрал весь пакет документов. Но сотрудники военкомата вынесли вердикт, негоден для строевой подготовки из-за проблем со здоровьем. Обзор отсрочил, все, наикаживая я поехал, там тоже меня отсрочили, лечение назначится, лечиться даже в обзорах. А чем было, говорили? А чем было, что все, что по состоянию здоровья не позволяет. По заявлению врачей медицинской комиссии, только 30% людей призывного возраста подходит для срочной службы. В основном у кандидатов наблюдаются проблемы с работой с сердцем, почек, выявляют и кожные заболевания. Каждый день мы сталкиваемся с такими проблемами, мы выявляем случаи как первичные, так и повторные, потому что чаще всего такие призывники уже готовы, у них бывают амбулаторные карты, у них бывают, у кого инвалидность, у жирного заболана, и мы поступаем в соответствии уже с тем, что мы имеем. Если это первичные, значит, выявлены случаи, мы его направляем на обследование по профилю больницу или же на консультацию в диспансер, и уже потом выставляем в соответствии с диагнозом статью. В военкомате напоминают, наличие военного билета облегчит поиск работы. Таким образом, люди призывного возраста уже делают первый шаг на пути к своей карьере. Есть и те, кто игнорирует свою гражданскую обязанность и продолжает уклоняться от военной службы. На них будут составляться административные дела. У многих по-прежнему есть опасения, что их направят в зону СВО. У нас с начала специальной военной операции в зону СВО призывники, граждане, которые призваны на военную службу по призыву, туда не забирались. Насчет этого есть тоже указ президента, приказ министра обороны, что граждане, призванные на военную службу по призыву в зону СВО забираться не будут. И проходить службу они даже в присоединенных четырех регионах тоже не будут. Это у нас и не было там ни одного человека. Если только, конечно, сам гражданин захочет, заключит контракт и изъявит желание, тогда понятно. А так насильно кого-то туда забирать и даже не будет. Осенья призывная кампания продлится до 31 декабря. Всего в России в этом году планируют призвать на срочную службу 130 тысяч человек. Абдул Мажид Халухоев, Джамалил Султыгов, Новости 24.